Чем меньше слов, тем лучше молитва. Пусть ваше сердце сегодня говорит с Богом. Добрый вечер. В эфире программа «Помолитесь за меня». Спасибо, что сегодня вы вновь вместе с нами. Все мы нуждаемся в спокойствии принять то, что невозможно изменить. Мы нуждаемся в мужестве, чтобы изменить то, что возможно изменить. И нам необходима мудрость, чтобы отличить одно от другого. А мудрость, как и все остальные блага, исходят лишь от Бога. Именно с Ним мы будем говорить в этот вечер. Ну а наши операторы уже готовы принимать ваши звонки. Поэтому, пожалуйста, звоните нам на номер 0800 30 20 20. Все звонки для жителей Украины со стационарных и мобильных телефонов на этот номер бесплатные. Кроме того, помните, что работает специальный номер для жителей России. 8 800 118 44. Мы всегда рады вашим сообщениям. Кстати, работает еще и скайп, и вы можете связаться с нами по видеозвонку. Молитва за меня. Запомните этот адрес. И еще у нас есть электронная почта молитва собачка hope.ua Сегодня мы будем молиться о нашей стране. Также поговорим о том, можно ли обращаться в молитве к ангелам. Будем с вами совершать молитву о чудесном городе Кировограде. И наш гость сегодня расскажет о том, как Бог не оставляет человека в беде. Дорогие друзья, мы хотим, чтобы каждый сегодня понял, что Бог не оставляет в беде. Он может помочь в решении любой проблемы. Расскажите своим друзьям, родным и близким о том, что наша программа началась. И молитесь в этот вечер вместе с нами. Владимир, мы сегодня заканчиваем большой сезон. Да, сегодня знаковая программа. Сегодня последняя программа в этом большом сезоне. И мы уже встретимся с нашими гостями в сентябре. Но сегодня мы, как всегда, будем очень много молиться. Несмотря на то, что это последний эфир, да, мы будем подводить определенные итоги. Но мы будем вновь просить Бога о том, чтобы Он не оставлял нас, как в этот вечер, так и на протяжении периода, пока мы, может быть, не будем в эфире. И вообще на протяжении всей нашей жизни. Можно отметить для наших зрителей, что невзирая на то, что наша программа не будет выходить, колл-центр продолжает свою работу, наши операторы будут принимать сообщения, молитвенные группы, они никогда не прекращают работу. Священнослужители также включаются в служение в колл-центре, поэтому будут давать консультации и молитвенную поддержку. Поэтому, дорогие друзья, пожалуйста, не переживайте. В течение этих летних месяцев звоните в наш колл-центр на телеканал «Надея», и вы получите всегда молитвенную поддержку. А мы начинаем, как всегда, с молитвы за Украину и просим о мире для нашей страны. А также я хочу помолиться о том, чтобы, я не знаю, наверное, как на юге, но у нас очень жарко. Очень жарко. Очень жарко. Мы последние 2-3 дня просто изнываем от жары. Мы слышим сообщения, как жарко в Европе, до 40 градусов доходит. У нас, слава богу, до такого еще отметки не дошло. Но мы просто ощущаем, насколько это жарко. И будем молиться о том, чтобы Господь благословил, что пришли дожди, чтобы немножко сбило эту температуру. Освежить немножко землю, да? Будем в этом молиться. Друзья, мы приглашаем вас к молитве. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам. Мы нуждаемся в вашей молитвенной поддержке. Великий и Святой наш Господь, благодарим Тебя за то, что Ты милостивый Господь, что Ты Бог любящий и добрый. И мы благодарны Тебя за то, что Ты особым образом благословил этот большой молитвенный сезон, который мы проводили на телеканале «Надия». Господь, от сентября, когда начался этот сезон и по это время, Ты давал удивительные свидетельства, удивительные опыты. Мы слышали удивительные истории наших гостей, которые рассказывали о том, как Ты приходил им на помощь, и их истории ободряли и поддерживали нас, Господь. Мы благодарны за чудесное свидетельство наших зрителей. Слава Тебе, наш Господь! И мы искренне выражаем Тебе благодарность. Спасибо Тебе, Господь, что Ты слышишь и помогаешь, и приходишь на помощь. И мы сейчас продолжаем молиться и просим, благослови нашу страну, благослови, чтобы мир пришел на ее просторы, чтобы на Востоке было спокойно и мирно. Благослови, пожалуйста, Господь. Мы просим о той температуре, которая сейчас есть на просторах нашей страны. Мы просим, чтобы Ты благословил, чтобы эта жара спала, чтобы пошли дожди, чтобы немножко земля напиталась этой живительной, важной влагой. Поэтому просим, Господь, благослови. Во имя Иисуса мы просим. Аминь. Аминь. Дорогие друзья, нам бы очень хотелось сегодня пообщаться с вами. Вы можете позвонить в колл-центр 0800 30 20 20, номер нашего телефона. Расскажите о своей молитвенной нужде. Может быть, у вас есть ответ на молитву. Поделитесь этой радостной новостью вместе с нами. Ну, а мы готовы молиться о тех сообщениях, которые уже получили. И я хочу зачитать несколько. Нам пишет Зинаида, спасибо за молитвы. «Мой папа, хоть и продолжает выпивать, но по субботам, без моего приглашения, ходит к Богу», пишет она. Церковь находится в час дороги, но он ходит. «Слава Богу за вас. Я благодарю, что Бог слышит и побуждает моего папу ходить в Божий храм. Я не знаю его мотивов, но я уверена, что Дух Святой трудится над ним. Пожалуйста, продолжайте молиться». Мы в этом просто убеждены, что если человек ходит сам в церковь, значит… Целый час, представляешь, идти, это не так легко. Да, то Господь его ведет. Поэтому рано или поздно он победит эту зависимость и будет свободным. Главное, чтобы он ходил дальше в церковь. Даст Бог, так будет. «Добрый вечер. Прошу помолиться за мою сестру. Она в России, город Калуга, и у нее трудности с работой. Мы будем молиться обязательно». Нина из Волынской области просит помолиться о том, чтобы она и ее муж Руслан могли принять крещение. «Мы будем молиться обязательно о вашей семье. И не оставляйте вот этого доброго желания связать свою жизнь с Богом». Нина, город Киев, просит помолиться о дочери Юлии. У нее боли в боку и спине, а также о муже Сергею, у которого алкогольная зависимость. Друзья, мы готовы молиться о вас. Всех, кто вместе с нами в этом эфире, мы приглашаем присоединиться к нашей молитве и доверить свою жизнь Богу. Господь, дорогой, обращаемся к Тебе в этот час и очень нуждаемся в Твоей помощи. Мы благодарны Тебе за то, что Ты довел нас до этого момента. Но мы вновь хотим сказать Тебе, что мы ощущаем свою зависимость от Тебя, и мы благодарим Тебя за это. И мы просим, чтобы Ты благословил зрителей, о которых мы только что зачитывали эти сообщения. Господь, ты видишь переживания каждого сердца. Ты видишь этого человека, который движимый Тобой. Мы верим, что это от Тебя, Господь. Он ходит в церковь. Несмотря на то, что у него еще в жизни есть определенные зависимости, и мы просим, чтобы Ты помог ему справиться с этим, но Ты, пожалуйста, не оставь его в этом решении приходить и общаться с Тобой, особым образом общаться с Тобой в церкви. Благослови, Господь, всех, кто в поисках работы, у кого проблемы со здоровьем, кто в зависимости, Господь. Не оставь каждого. Мы просим во имя Твое и верим в услышанную молитву. Аминь. Я бы хотел, чтобы мы с Тобой поблагодарили тех людей, которых мы не часто видим, но которые всегда вместе молятся с нами. Это наши молитвенники. Обязательно. Потому что мы знаем, что с каждым сезоном таких людей становится все больше. И мы очень рады, что это люди с разных конфессий. И вот именно наша программа объединяет множество людей с разных конфессий. Потому что молитва, она не смотрит на динаминационное различие, она объединяет всех. Горе, беда объединяет всех. Поэтому мы, дорогие зрители, хотим вас поблагодарить, что на протяжении всех этих месяцев вы были с нами. И вы становились на колени. Вы молились вместе с нами. И мы знаем, что многие ответы, которые пришли, скажи... Благодаря этим молитвам, конечно. Библия сказано, что много может усиленная молитва праведного. Я думаю, что то огромное количество людей, которые молились вместе с нами, оно принесло те благословенные результаты, о которых мы сейчас рассказываем, делимся этими опытами и радуемся. Это те люди, которые... У меня такое ощущение, что вместе с нами просто проводят программу. Потому что они часами стоят на коленях, и они рассказывают об этом, и молятся. И слава Богу за те силы, которые он им дает, за то время, которое они находят, и за то, что они всегда с нами. Нам очень важна эта поддержка. Ко мне подходили люди и говорили, что когда мы не успеваем посмотреть в прямом эфире, мы смотрим повтор в 11 часов, и все равно становимся на колени, и в этот момент молимся за этих людей. То есть люди просто посвящены именно на это служение. Здорово. Слава Богу. Друзья, мы очень благодарны Богу за каждого из вас. Вне зависимости от того, молитесь вы с нами, или просто смотрите, или пишете. Мы очень рады, что вы с нами в каждом эфире. Пусть Бог благословит вас. У нас есть звонок, и мы готовы пообщаться с нашей зрительницей. Татьяна с нами на связи. Добрый вечер, Татьяна. Алло, добрый вечер. Я бы хотела пожелать вам всех Божьих благословий, вам и вашей передачи. Спасибо. Дуже мне нравится ваша передача, и Бог помогает через вас, и всей моей семье. Я уже звонила, просила вас, чтобы вы молились за нас. Дуже бы хотела бы за сестру, человеку, чтобы вы молились. У ней язвы на ногах. И чтобы быстрее, что заживал, Бог помогал, чтобы с Божьей помощью. И за человека, и за сына молю. И прошу вас, чтобы вы молились. Это алкогольная зависимость у них, и курение. А как зовут сестру вашего мужа, скажите? Вета. Мы будем молиться, они обязательно. Человек, Витя, и Игорь, сын. Будем молиться о вас. Спасибо за то, что и вы с нами. Нам очень приятно, Татьяна, что вы звоните, что вы чувствуете силу Бога в своей жизни. Мы будем продолжать молиться о вас. Спасибо за ваш звонок. Насколько поступают молитвенные просьбы, и мы рады, друзья, что вы нам пишете. Спасибо, что вы нам доверяете. Поэтому мы будем вместе с вами молиться об этих нуждах. Денис из Закарпатской области просит молиться о своем здоровье. Он сейчас находится в больнице. Мы его молитвенно будем поддерживать. Тамара из города Кировоград просит молиться о внуке Евгении, чтобы он бросил курить, о внучке Карине, чтобы Бог послал ей ребенка, а также о своем здоровье Тамара просит молиться, и о городе Кировоград. Мы уже анонсировали, что... Кстати, сегодня мы будем молиться об этом городе. Наверное, по этой даже заявке будем молиться об этом городе. Виталий из Ивано-Франковской области просит молиться о своем здоровье. У него травма спины. Мы будем молиться о вас, Виталий. Ольга из Ивано-Франковской области просит молиться о дочери Галине, чтобы бросила пить и курить, а также 8-летней внучке Насте. Она не говорит и умственно отсталая, так она пишет. Наверное, развитие замедливается, и мы будем в этом молиться. Татьяна из города Киева просит молиться о своем здоровье и о финансовом состоянии. И Зоя Сергеевна из Черкасской области, а подруги Раисе просит помолиться, чтобы она обратилась к Богу. Друзья, мы будем молиться о нашему Господу и приглашаем вас к молитве. Господь и Бог, по милости Твоей мы живы, и Твоя милость обновляется каждый день. Благодарим, что благодаря жертве Иисуса Христа Ты даруешь нам благодать на каждый день, на каждую минуту. Спасибо Тебе, Господи. И мы просим, чтобы Ты эти благословения излил на этих дорогих для нас людей, которые нуждаются в помощи. Небесный Отец, мы просим, чтобы Ты благословил Дениса. Мы просим о его исцелении, он находится сейчас в больнице. Просим, Господь, чтобы Ты благословил и здоровье Тамары, и просим о ее внучке Карине, чтобы Господь, она могла испытать радость материнства. Поэтому просим, благослови, пожалуйста. Просим за Виталия и за Ольгу, мы, Господь, просим, чтобы Ты помогал им и поддерживал их в тяжелых ситуациях и не в жизни. Просим, чтобы Ты благословил Галину, и чтобы она освободилась от курения и от алкогольной зависимости. И, Небесный Отец, мы просим о Татьяне, чтобы Ты помог ей и в физическом здоровье, и благословил финансово. И, Небесный Господь, верим, что Ты услышишь молитву. Мы благодарны Тебе за те чудесные свидетельства, которые мы услышали ранее. И мы благодарны, что Ты ответишь и на эти просьбы. Славим Тебя, Господь. Аминь. Аминь. Ну, очень радостно, что у нас сегодня есть звонки, мы можем связаться с нашими зрителями. Это всегда большое благословение пообщаться и лично услышать вот эту просьбу. Да, к нам дозвонилась Инна, и мы хотим ее услышать. И, Нина, здравствуйте. Здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Я прошу вас, помолитесь за моих... Помолитесь за моих внуков. Артем и Данилка, они зависимы от игры, компьютерной игры. Угу. А сколько им лет? 16 лет. 16 лет. По 16 лет. По 16 лет. Хорошо, спасибо, чтобы... Артем и Данилка, чтобы Господь вернул их в церковь. Мы будем об этом молиться, но важно, чтобы мы, как взрослые, не только могли бы им делать определенные замечания, но находить время для того, чтобы с ними пообщаться. Мы видим, что это особый возраст, это подростки, и поэтому они нуждаются в том, чтобы мы могли чем-то их удивлять. И, наверное, наша любовь и наша забота, это будет то, в чем они так нуждаются. Поэтому я думаю, что это проблема многих подростков. Это, наверное, проблема влияния, да? В первую очередь, вот друзей, которые тоже играют и которым интересно вместе, но родителям важно как-то найти вот эту точку, на которую бы дети обратили внимание и поняли, что есть что-то интересное. Да, поэтому будем молиться о ваших внуках, но также старайтесь найти путь к ихнему сердцу. И об этом также молитесь, чтобы Бог дал вам в этом мудрость. Друзья, мы будем молиться о вас уже через несколько минут. Кроме того, уже через минуту мы встретимся с первым гостем нашей студии, поэтому не переключайтесь, оставайтесь вместе с нами. Это программа «Помолитесь за меня» и мы готовы пообщаться с нашей зрительницей. Людмила с нами на связи. Людмила, добрый вечер. Добрый вечер. Откуда вы звоните? Я звоню с Радеховой Львовской области. Очень приятно. Мы слушаем вас, Людмила. Я хотела попросить, чтобы вы присоединились к молитвам нашим. Я сестра, сестра ваша и дочка. У меня тоже сестра. Мы члены церкви Радеховской, Адвентийской церкви. Дело в том, что проблема дочка полгода назад начала постепенно таять на глазах. Врачи долго не могли определить. А теперь, как оказалось, у нее серьезная патология в головном мозге. И приступы, которые были две недели назад, она не могла целую неделю не кушать, не вставать, встали ноги, сильно болели, голова крутилась. И кушать вообще не могла. Как оказалось, в головном мозге опадает, мозжечок опадает, и он перекрывает стенной мозг. И поэтому, конечно, совершенно жизнедеятельность перестает. И поехали к врачу, и он говорит, что операция нужна, но пока нельзя делать сердце больное. Это раз. А дело в том, что головной мозг, если дальше таких приступов не будет, то может и дальше жить. Поэтому я хочу, чтобы мы все помолились за тестру Светлану, дочку мою, чтобы этих приступов больше никогда не было. Мы знаем, что Господь и Господа ничего возможного нет. И с Господом все можно. И верим, что будет. Если приступ больше не будет устараться, значит, все будет нормально, и операция не нужна будет вообще никогда. И еще бы хотела попросить за зять. Он уже почти три года не ходит в церкву. И замуж, и он тоже все знает, истину знает, но перестает блуждать в этом свете. Я бы хотела попросить, чтобы... Людмила, мы очень благодарны вам за ваш звонок. Мы искренне переживаем вместе с вами. Мы понимаем, насколько сейчас болит ваше сердце, насколько в больших переживаниях вы находитесь. Мы обязательно будем молиться о Светлане, чтобы по милости Бога он сохранил ее от этих новых приступов. Доверяйте Богу, молитесь и молитесь вместе с нами. А мы будем продолжать молиться о вас не только сегодня. Но знайте, что эта просьба будет передана священнослужителями, и они будут продолжать молиться о вас. Спасибо вам за звонок. Ну, а в нашей студии сегодня уже есть гость, и мы хотели бы его представить, Валерий Колесников. Валерий, добрый вечер. Добрый вечер. Рады, что сегодня вы вместе с нами. Расскажите, откуда приехали. Я сам родом из Черновицкой области, из Оставниевского района, поселок Истрыжевка. Я сам там родом, но в последнее время все проживаю тут, в Киеве, и также работаю. Но мы знаем, что ваш молитвенный опыт связан как раз с работой, и с поиском работы, и с поиском людей, к которым вас привел Бог. Расскажите, пожалуйста, более детально об этом. Вы знаете, как в жизни бывает, трудности наши заставляют делать какие-то шаги в жизни, и так мне пришлось сделать тот шаг, когда я оказался в том ситуации, что не было работы, не было заработка, и мне пришлось как бы думать, что делать дальше. И усердно я очень молился Богу, потому что у меня только к нему был вот этот вопрос, чтобы он решил, помог мне в этом. Но при этом, наверное, вы предпринимали какие-то действия, искали работу, искали возможности. А вы с детства молились? Вы знали уже о том, что можно молиться? Нет, я не верующий с детства человек. Я к Богу очень, ну, как бы лет так с 10 пришел, когда пизнал Бога, и так получилось. И вы видели, как Бог раньше вам тоже помогал? Ну, раньше, да, я видел это, потому что это было даже заметно, когда даже я был неверующим человеком, когда я взывал к нему, он всегда отвлекался. Поэтому вот в этом кризисе вы решили обратиться к Богу, чтобы… Что вы просили у Бога? Как бы я просил Бога, чтобы он раскрыл тот путь, по которому я хотел идти, к которому я нуждался, в нем именно. А как вы ожидали, что он этот раскроет путь? Ну, я ожидал, ну, ожидал в тех последствиях, ну, которые я видел, что раскрывались для меня. Дорога те, которые… То есть через обстоятельства прибежали, да? Обстоятельства, да. Ну, в первую очередь вам нужна была работа, да? Вот вы оказались в такой ситуации, когда нужно было найти работу. Что происходило дальше? Ну, так Бог познакомил меня с одним человеком, который живет в Париже, и у него там квартира, и мы общались с ним, и он мне, как бы, предложил поехать туда. Ну, как бы, не обещал таких, там, возможностей каких-то с работы и так дальше. Я, как бы, согласился. Я думаю, если Бог разрешит мне все это, значит, я поеду, и все будет хорошо. Я, поехавши туда, конечно, столкнулся совсем с другой проблемой, потому что, как бы, жилье, как бы, есть какое-то, а работы вообще нет. И тогда я не понимал, почему так. Задавали Богу вопросы? Я задавал много вопросов Богу, молился очень часто. Я выходил на улицу, по парку гулял, молился. Но я, филе, в башню ходили молиться? Нет. Туда еще не было возможности такой попасть, и я пока был на одном месте. И я очень еще хотел встретить наших же братьев, сестры, которые там есть. Я знал, что кто-то должен быть с русских говорящих, которые есть там, потому что Франция на французском языке тяжело понимать, с кем-то общаться и так дальше. Я молился за это большую часть, чтобы встретиться. А вы могли себе предположить, что нет русскоязычных людей, с кем вы могли бы пообщаться о Боге? Что таких людей во Франции нет, в Париже? Или я мог себе... Предположить, представить, что вы таких людей там не встретите. Я предполагал такое, конечно. Мне были такие... Мне говорят, наши люди везде, если у нас. И в Париже, и в Мадриде, и в Барселоне, где только наших нет. Мне кажется, что это там. Вот как раз эта проблема. Здесь была проблема найти, чтобы господь показала. Да, ну эти переживания. У меня больше, знаете, какая-то депрессия у меня была очень хорошая, сильная депрессия такая. Ну, как-то прошло две недели. Я думаю, ну ладно, надо что-то делать, но не так сидеть. Если я буду, что ты какой-то шаг и Бог поможет, это будет все еще лучше. Я тогда начал искать в интернете наших. И через брата, которого есть там сайт, он живет в Париже. Там указан был адрес церкви. В французской церкви. И я решил поехать. Думаю, ну, я ничем не рискую, все-таки побуду хоть с французской, язычными людьми. А, да, церковь французская? Французская, адвентист. И я решил поехать. Я когда приехал туда, я увидел церковь, но она постройки, старинные постройки, очень-очень старинные постройки. И похоже на католическую церковь. Сначала я так и не понял, что это такое. Куда вы попали? Правильно ли это адрес, да? Да, да. Ну, потом, думаю, надо зайти сначала, посмотреть, а потом же убедиться. Потому что, что там. Когда я зашел туда, я увидел братьев и сестер, которые уже, ну, как бы, собрание уже вышло. И вы увидели привычный для себя ход богослужения, да? Да, да. Мне стало легко на душе, на сердце легко, потому что хотя бы так. Не понимая французского, я думаю, что… Скажите, что-то есть такое, да? Не понимаешь, но зато понимаешь, что вроде бы как бы попал в свою среду. Да. И я тогда понял, что Бог отвечает на молитвы. Бог рядом всегда. Это самое главное для меня было. И когда я туда вошел, и смотрю, люди выходят, и некоторые там по-русски разговаривают. Аллилуйя. Вы услышали русский язык? Русский язык я услышал, я вообще уже там растаял. Думаю, вот это благодать, спасибо Богу за всё. Я начал знакомиться, мы познакомились, уже и там собрались. У нас были уроки субботней школы. На русском языке, да? Да, на русском языке. Там группы делятся на группы. По языку, по языку. Русский, да, и русский. И так я там с ними познакомился, и так я понял, что Бог отвечает на молитву, и очень хорошо отвечает. Блава Богу. Но он ответил в том, что вы просто нашли единоверцев, да, которые говорили по-русски. Ну а с работы, как это дальше происходит? Ой, вы знаете, я тогда уже из-за работы чуть-чуть забыл. От радости. Да, от того переживания. То есть я понимаю, какая-то тоска, когда ты сам сидишь. Конечно. Вроде бы самый романтичный город в мире, да, вроде бы вот красота такая. Но когда нет работы, когда тебе не с кем даже поговорить, и понимаешь, что тут не до романтики. Это тяжело, да. Да, и поэтому здесь, наверное, была большая радость, когда увидели своих. Ну, да, это самое главное было. Ну, я уже тогда с братьями уже, которыми познакомился, я искал через них работу, и мы вместе молились. Я просил, чтобы мы все молились. Вот это важно. Проходило молитвенное время такое, что мы за каждого молились, кто там, у кого какие проблемы. Вот, и каждый высказывал свои проблемы, и мы молились за это. И так же я вот свои проблемы, и мы вместе, вместе. И так Бог помалывается. И эту проблему тоже так же решил. То есть вы нашли работу? Конечно, я нашел работу через братьев, я работал вместе с братьями, там, которые там... Не зря Библия говорит, хорошо быть братьев вместе, да, все-таки, когда есть те, кто могут помочь, подсказать. Не найдя церковь, могла не решиться и вот эта проблема, проблема с работой. Ну, говорится, что правильно, что прежде всего ищите Царство Божие, а все остальное и преклонятся к вам. Французский выучили немножко? Ой, очень тяжело, я как бы чуть старался. То есть вы и у вас не получилось? Все еще впереди. Валерий, спасибо вам большое за то, что вы рассказали эту историю, пусть Бог благословит вас. Я думаю, что оно большое благословение для тех, кто сейчас за границей, и тоже, наверное, такой же ситуации ищет. Или в Украине, да, и смотрит нашу программу, говорит, что иди в церковь, молись, и Бог через церковь будет тебя благословлять. Не пропускайте, дорогие друзья, собрания, так сказано в Писании, и ходите в церковь всегда. Слава Богу за вас, что вы нашли церковь, что Бог помог вам в решении ваших проблем, пусть Бог и дальше отвечает на ваши молитвы, а вы никогда не оставляйте Бога. Спасибо вам за вашу историю. Дорогие друзья, в эту студию уже вернемся через несколько минут. Мы вновь будем молиться о вас, поэтому не переключайтесь, оставайтесь вместе с нами. Ирина просит молиться о здоровье подруги Екатерины, киста. Зина просит молиться о дочери Антонине, онкология. Алла просит молиться о племяннице Валентине, чтобы она была верной женой и хорошей матерью. Просьба молиться о здоровье Ольги и Натальи. Галина просит молиться о своем муже, находится под следствием, а также о Дмитрии, чтобы нашел работу. Николай просит молиться о своем духовном и физическом здоровье. Субтитры создавал DimaTorzok Бог, как правило, дает помощь, когда люди находят церковь. Я не один случай увидел, когда приходишь к единоверцам, и если церковь живая, люди всегда помогут. По крайней мере, начнут молиться, а Бог потом открывает свои пути. Это, наверное, те стесненные обстоятельства, в которых каждый понимает, насколько тяжело оказаться без работы, без каких-то возможностей в чужой стране. И поэтому люди как-то особым образом поддерживают друг друга. И как бы хотелось, чтобы мы здесь, вот живя, например, в нашей стране, также могли поддерживать друг друга. Это очень важно. У нас есть просьбы. К нам поступили с просьбой, дорогие друзья. Василий из Черновецкой области просит молиться о том, что Бог помог решить вопрос работы. А также о своих родных, чтобы они познали Господа. Лидия из города Киева просит молиться о решении проблемы с субботой на работе. Лидия, мы будем молиться о вас. Сейчас Анна из города Черновцы просит молиться о своем здоровье, высокой давлении и боли в суставах. Валентина из Днепропетровской области благодарит за молитвы о дочери. Ей сделали сложную операцию. Просит молиться о ее здоровье также сыновьях Виктория, внуки Павли и о Петре. И Людмила из города Харьков просит молиться о здоровье подруги Валентины. Мы будем молиться о всех вас, друзья. Но мы не забываем о тех просьбах Людмилы, о Светлане, у которой сильный приступ, чтобы они не повторились. И я бы хотела, чтобы мы помолились о сотрудниках нашего телеканала. Несколько человек сильно отравились, чтобы Господь исцелил, потому что кто-то еще находится в больнице. Пусть Бог подарит свое исцеление. Будем молиться. Обязательно. Господь, благодарны Тебе за то, что небесный храм открыт. И мы можем обращаться во Святое Святых, к Твоему престолу, Господи, где Ты восседаешь и молиться. Благодарим, что во имя Иисуса, который ходатысует за нас, Ты слышишь наши просьбы. И мы, Господь, просим Тебя, чтобы Ты благословил Светлана. Она в тяжелейшем сейчас положении, у нее тяжелейшее заболевание. И мы просим, Господь, об ее исцелении, чтобы приступы, которые ее мучают, ее больше не беспокоили. Господь, благослови и яви свою волю. Небесный Отец, мы просим о зятях, о зяте и о муже Людмиле, чтобы Ты также их благословил. Наши особые просьбы об Артеме и Данииле. Господь, Ты видишь, что эти подростки увлечены сейчас играми компьютерными, много времени проводят за ними во время каникул. И Ты видишь, что это вызывает беспокойство и родных, и близких. Просим благословить, чтобы они могли отрываться от этих гаджетов, от этих увлечений, могли общаться со своими родными, близкими, могли развиваться. Мы просим не только о них, но о многих-многих подростках, которые имеют подобную проблему. Господь, небесный, благослови. Небесный Отец, мы просим, чтобы Ты благословил сейчас просьбы всех тех людей, которых, чьи имена мы сейчас зачитали и просьбы эти зачитали перед Тобой. Мы, Господь, с большой любовью предаем их в Твои руки. Мы представляем их перед Тобой и ходатайствуем за этих людей. Ты обещал, Господи, что если двое-трое будут просить во всякое время, Ты услышишь и благословишь. И мы просим, благослови. Во имя Христа наша молитва. Аминь. Аминь. Владимир, у нас сегодня, как всегда, есть вопрос от наших зрителей. И послушайте, о чем нас спрашивают сегодня. Верите ли вы в то, что у каждого человека есть свой ангел-хранитель? И можно ли ему молиться? Мы верим, что есть ангел-хранитель, потому что в Библии сказано о том, что Господь видит ангелов наших, которых Господь нам дает, ангелов лица Его. То есть у каждого человека есть тот, который его охраняет? Да, да. Ангелам заповедуют охранять на путях своих. Это очень здорово. В 90-м псалме об этом сказано. Но вот с молитвой здесь у нас другие проблемы, потому что Священное Писание говорит о том, что Бог ангелов направляет, чтобы они служили нам, а молитвы мы возносим нашему Господу. Поэтому задача ангелов, их функция — это их оберегать, защищать нас, помогать, поддерживать нас. Но молиться мы можем только Господу. И вот в этом есть самая, наверное, в этом есть разница. Потому что молитва — это момент общения с Господом, это молитва, когда мы видим, что Господь может решать наши проблемы. Поэтому мы видим, что Священное Писание нас направляет именно в молитву Господу. Мы нигде не видим в Библии момента, где бы Иисус или другие библейские авторы, и авторы, или герои обращались бы за помощью к ангелам. Мы видим, что Господь даже запрещает, не в какой-то мере, запрещает поклонение ангелам. Это запрещено. И поэтому мы видим, что, отталкиваясь от этого, библейские герои всегда возносили молитву Богу Живому. Потому что только Он может решить судьбу. Только Он может решить благословить или задержать благословение, ответить на молитву или не отвечать на молитву. Это только прерогатива Господа. Ангелы — это только исполнители Божьей воли. Поэтому мы должны молиться напрямую нашему Господу. То есть они точно так же общаются с Богом, как и мы. Они совершенные существа. В нашей жизни, к сожалению, есть грех. Но точно так же, как ангелы зависят от воли Бога, так же и мы зависят. Поэтому они не могут быть нашими посредниками. Но мы можем благодарить Бога за то, что они есть нами. И мы, наверное, в вечности, когда мы будем смотреть историю своей жизни, мы будем видеть многие моменты, которые для нас сейчас невидимы. Но мы будем потом видеть, как действительно Божьи ангелы, Божьи ангелы, они нам помогали, они защищали нас в совершенно непредвиденных ситуациях. Это такие герои, которые не ждут славы, не ждут похвалы, но честно выполняют свои долги, свое служение перед нами, перед Господом. Слава Богу за это. Дорогие друзья, нам стоит поблагодарить Бога за то, что Он дает ангелам вот это задание — охранять нас и оберегать нас. И эти ангелы, они всегда рядом с нами. И Бог всегда готов нас благословлять вот этой своей особой охраной и заботой, которая проявляется через действия ангелов в нашей жизни. Слава Богу Ему. Но общение — это личное общение с Богом. И нам бы хотелось, чтобы каждый из вас, каждый из нас обращался лишь к Богу. Только Он обладает той силой, которая способна сделать чудо в вашей жизни, которая способна изменить вашу жизнь. С Ним мы и говорим в молитве. Инна, мы будем молиться сегодня о городе Кировограде. Я, к сожалению, не был в этом городе. Я тоже не был. Вот. Надеюсь, что еще жизнь впереди у меня и у тебя, и мы сможем посетить этот город. Все может быть. Поэтому расскажем то, что мы нашли в интернете, что мы узнали об этом городе. Кировоград до 1924 года имел название Елисаветград. Кстати, сейчас с этим городом проблемы. Они должны как-то решить вопрос своим названием. У них есть десятки вариантов, и они не раз хотели изменить опять на Елисаветград, но пока ничего не произошло. Да. Расположен в самом центре Украины. В области есть даже село Добровеличевка, где установлен знак о географическом центре страны. Да. Интересно посмотреть на этот знак. Младший брат известного русского писателя Федора Михайловича Достоевского, Андрей Михайлович, известен не только как автор мемуара во своем выдающемся брате, но и как архитектор, в том числе и главный архитектор Елисаветграда, который в течение 9 лет, с 1849 по 1858 год, определял архитектурный облик города в середине 19 века. Как многого мы порой не знаем. Слушай, для меня это вообще новая информация. Правда. Население этого города 252 тысячи. Будем молиться об этом городе. Обязательно. Обязательно будем молиться. Дорогие друзья, мы хотели бы сегодня помолиться о городе Кировограде. Может быть, вы хотели бы, чтобы мы молились о том городе или поселке, где живете вы. Вы можете продолжать писать нам или звонить. Помните, что колл-центр работает на протяжении всего лета. И до момента следующего выхода программы «Помолитесь за меня» мы будем в непосредственном общении с вами. Поэтому звоните и пишите. Но сегодня мы молимся о Кировограде. Молитесь вместе с нами. Господь дорогой, наша молитва к тебе в этот час. Чтобы ты услышал нас и благословил особым образом город Кировоград. Чтобы ты сохранил жителей, которые там нуждаются. Находятся, Господь. Ты видишь их нужды, их переживания. Ты видишь их мечты и планы. Мы отдаем их в твои руки. Мы просим, Господи, самое главное, чтобы каждый из них смог доверить свою жизнь тебе. Благослови их, Боже, и не оставь во всей их жизни. Пусть все, Господь, в своей жизни они доверяют тебе. Потому что лишь с тобой можно прожить счастливую, успешную, благополучную жизнь и дойти с тобою до вечности. Благослови, Господь, руководство этого города. Даруй ему особой мудрости. Ты видишь все проблемы города, Господь. Ничто от тебя не сокрыто. И мы все отдаем в твои руки и верим в то, что ты благословишь. Благослови, Господь. Еще раз просим тебя об этом. Аминь. Аминь. Но уже через минуту мы вновь вернемся в эту студию. Поговорим мы с еще одним гостем студии, поэтому не переключайтесь. Просьба молиться о Виктории, чтобы Господь укрепил ее здоровье после родов. Людмила просит молиться о здоровье Дмитрия. Анастасия просит молиться о Тарасе, алкогольной и никотиновой зависимости. Просьба молиться о Назарии, папиллома на гландах. Юрий просит молиться о здоровье дочери Ирины. Друзья, это программа «Помолитесь за меня». Мы продолжаем наше общение. Сегодня в нашей студии еще один гость, которого вы уже хорошо знаете. Это ведущий телепрограммы «Ранок на Ди», а также менеджер колл-центра Сергей Степанюк. Сергей, здравствуй. Добрый вечер. Спасибо, что сегодня с нами. Сегодня ты в новом амплуа, ну, по крайней мере, для зрителей. Они всегда тебя видят ведущим утренней программы, а сейчас они еще узнают о том, что ты отвечаешь. Причем не впервые, Владимир. Для тех, кто впервые к нам подключился. Просто «Ранок на Ди» я пишу уже на каникулы, а мы еще не. Ну, как колл-центр, контакт-центр в работе, Сережа? Так, активно працюем, проймаем дзвенки. Скажем так, працюем не только колл-центр, а весь контакт-центр. А вот немножко объясни нашим зрителям, что вот в это понятие входит. Чем отличаются колл-центр и контакт-центр? Колл-центр – это самая работа, мы принимаем дзвенки. Это когда люди телефонуют. Сколько у вас операторов? Ну, они працюють позминно, 5 человек. Ничего себе. То есть работа колл-центра практически круглосуточна? Так. Раніше у нас, скажем так, був один оператор, який працював в робочий час, так званий офісний час, з 9 ранку до 5 вечера. Тепер у нас розширився штат операторів, вони вже позмінно працюють. І ми тепер, оператори в студії, пробачте, не в студії, а в колл-центрі працюють з 7.30 ранку до 10 вечера. Це большая работа, серьезная. Так. В інший час нас підтримують священнослужители. То есть пастори не спят? В інший час, я почем понимать, що з 10 часов до 7.30. Инколи доводиться і не спати, тому що різні є люди, але, ви знаєте, різні дзвінки, коли люди телефонують, їм дійсно потрібна підтримка. Дійсно, хтось, бували навіть такі випадки, коли хтось хоче покінчити життя самогубством, і серед ночі вони не знаходять, куди позвонити, як до нас. У нас, кстати, були такі відповіди на молитву, коли через колл-центр люди говорили, що змінила життя. Сергій, зараз, коли програма «Помрите за мене» не буде виходити в прямому ефірі, будуть ли прийматися дзвінки, і буде ли колл-центр працювати в такому ж режимі? Обов'язково. Обов'язково я хочу запевнити наших глядачів, що колл-центр, взагалі контакт-центр у нас на канікули не йде. Ми працюємо цілодобово і постійно для них. Тобто і скайп, і електронна почта, як я розумію, то, що входить в контакт-центр, це всі можливість постійно зв'язатися. Так, кстати, контакт-центр. А контакт-центр – це що? Контакт-центр, в нього входить колл-центр, це частина контакт-центра. Це такий центр роботи в соціальних мережах. Ми займаємося саме в соціальній мережі, розвиваємо там різну інформацію про телеканал, про радіо «Голос Надії». До речі, цікавий є досвід про радіо «Голос Надії», ну, зараз скажу трішки пізніше. І також такий великий відділ – це школа Біблії. Школа Біблії, завдяки якій наші глядачі, слухачі можуть замовити спеціальні уроки по вивченню Біблії. Досить цікаві, досить різноманітні, різні тематики. Вони замовляють, і я можу сказати, от зараз десь, якщо не помиляюся, більше, ніж 1800 студентів навчаються у нас в школі Біблії. От так, через переписку. Потому, что мы тоже рассказываем нашим зрителям о том, что если у них есть желание, есть вопросы по Біблії, они могут обратиться в колл-центр. Слава Богу, что есть вот эти люди, которые изучают Біблію. А ви считаете количество звонков? Вот, два года прошло программу, сколько звонков, знаете? Так, я передбачал это запитание. Тому я пораховал. Ну, я не всі зараз не скажу, всі. Там багато тисяч. Але саме молитовні прохання. Потому, что программа «Помилитесь за меня» специализуется саме на молитовних проханнях. Тому подрахували саме молитовні прохання. За два з половиною роки мы приняли больше 12 тысяч молитовних прохань тільки через колл-центр. Я не рахував скайп, я не рахував социальные мережи, электронную почту и так далее. 12 тысяч это много. Это только колл-центр. 12 тысяч это много. Как бы мне хотелось, чтобы у нас было столько же ответов на молитву. Ну, звичайно, відповіді є. Відповіді є. Люди постійно телефонують і дякують. І кажуть, що Бог відповідає. Не всі до вас потрапляють ці відповіді на молитву. Але люди телефонують. І я хочу попросити наших глядачів, якщо у вас є відповіді на молитву, телефонуйте нам завжди. Нам дуже приємно, коли ви телефонуєте і кажете, що дійсно є відповіді, що Бог відповів. Бог отак чудово утрутився в ваше життя. У нас особенность этого сезона ще в том, що к нам присоединилась новая аудиторія. Невидимая аудиторія – это радіо «Надія». Голос «Надія». Голос «Надія». Они тепер так же подключаются к нашій программе. І вони в прямом эфирі так же слушают і могут з нами молитись. Так, так. Вони також приєднуються. Вони також зараз нас чують. Тому потрібно зважати на те, що вони також з нами разом молятся. Радио сейчас только в интернеті, да? Поки що тільки в интернеті. Але ми маємо буквально сьогодні чудовий досвід, що національна радя, державна національна радя, яка визначає питання ліцензії, сьогодні відбувався конкурс на отримання ліцензії в різних районних центрах, обласних центрах, на эфем-мовлення. І радіо «Голос надії» виграло в конкурсі дев'ять районних центрів по Україні. Це такий великий початок, обласне-мовлення. І зрители не розуміють, це багато чи мало для радіо? Наскільки це велике кількість частот? Якщо подивитися, взагалі, з усіх, хто був представлений, звичайно, там були обласні центри, і всі хотіли в обласних центрах. Ну, ми теж хотіли, але так як… Ми ще мало знайомі, мало ще, мабуть, звісно. Так, так. Дев'ять районних центрів, це дев'ять районів, ось, це приблизно 500 тисяч потенційних слухачів, півмільйона. Ось, тому ми молилися про це, і ми переживали хоча б десь, хоч десь нам ліцензі дали. Давайте ми не спомінати, як розвивався наш канал. Он теж розвивався з того, що просто йшов в інтернеті. Але постепенно ми видим, що аудиторія розширилась, і наш канал дивиться по всій стороні. Тому ми раді за нашу Радіонадію, що вони… Це хороший старт. Так, і потрібно молитися за розвиток Радіоголоснадії, тому що ми почали такий новий виток нашого розвитку. Ось, це Радіоголоснадії, телеканалнадія, Контакт-центрнадія – це три таких складових нашої великої медіагрупи «Надія». Слава Богу. Дал би Бог нам всім залишатися в надіжді. Так. Це найголовніше. Спасибо большое, спасибо за ці новости радостні. Спасибо за то, що Контакт-центр буде работать, і що наші зрители змогут зв'язатися. І що нам регулярно переслати сообщення по скалі. Дякуємо вам за співпрацю. Спасибо, слава Богу. Друзі, ми хотіли б вернуться в цю студію вже через минуту, щоб вновь молитися о вас, поблагодарити вас за то, що ви з нами, і пожелати, щоб Бог вас благословив. Тому не переключайтесь, оставайтесь вместе з нами. Ми продовжаємо нашу програму. У нас є молитвені просьби. У нас основна частина. Ми завжди читаємо і молимося. Марія із Города Києва просит молитися об Олегі. У нього компьютерна і алкогольна зависість. Анжела просит молитися о Гафії. У нього інсульт, щоб вона поскоріе вважалася з цього вистояния. Ми будемо також молитися. Татьяна із Київської області просит молитися о сіні Николає. У нього болі в спині, в ногах, а також о тому, щоб їй дали субсидію. Ми будемо Татьяне також об этом молитися, щоб Бог вам помог. Екатерина із Города Чигирин просит молитися о сіні Ігорі. У нього сильний кашель, і він курить. Будемо молитися, щоб он освободився від цієї зависісті. Наталья із Города Києва просит молитися о Светлане, щоб Бог помог знайти їй роботу, а також о тому, щоб она познала Бога. Кстати, я по цій просьбі знаю вже відповідь. Она буквально через несколько часов после цього сообщення нашла роботу. Слава Богу, Владимир. Це дуже хороша нова, слава Богу. Есть сообщення по скайпу, ми получили от Марії Днепропетровської області. О внуках, які живуть в Ізраїле, просит она помолитися, щоб вони прийшли к Богу. Ніна із Київської області, о своїх внуках. Це була озвучена просьба, у котрих комп'ютерна зависість. Борис із Одеської області просит помолитися о Любі, у котрій інсульт і біль в суставах. Анастасія, город Черновці, просит помолитися о Тарасі, щоб він пошел на лічення, у нього алкогольна зависість. Надежда у своїм духовному і физичному состоянию, просит помолитися, і ще дуже багато інших просьб, які ми всі будемо отдавати в руки Бога. Ми будемо молитися. Святой наш Господь і Бог, ми благодарні Тебе, що можемо совершити цю молитву. Молитву за всіх наших зрителей, чіми нас зараз озвучили, чі просьби ми, к сожалению, не могли зараз прочитати. Господь, по милости Твої, по великій любви, благослови. Благослови, Господь, і яви свою великую любовь. Благослови і реши те сложности і проблеми. А самое главное, косни сердец наших дорогих зрителей. Господь, ми просимо, щоб Ти принес мир в семью, в дом, на роботу, і щоб Ти принес мир в серце кожному, хто сейчас молиться. Небесний Отец, ми просимо, щоб Твоя милость була над кожним із нас. Благослови, Господь, нас всіх, во ім'я Христа ми просимо. Аминь. Аминь. І слова благословення прочитаємо через несколько секунд. Не переключайтесь. Друзі, ми прочитаємо Псалом 70-й і 3-й стих. Будь мене твердим прибежищем, куди я всегда мог би укрываться. Ты заповедал спасти мене, ібо твердыня моя і крепость моя ти. Друзі, нам було дуже приємно бути з вами і молитися о вас на протяжі цього цього длинного сезону. І ми б хотіли, щоб ви завжди завжди з Богом. Ми б хотіли, щоб ви завжди завжди з Богом. І ждали встречи з нами. А встреча произойдет дуже скоро, в сентябрі. Ми желаємо вам благословення від Бога. Пусть він хранит вашу життя. І до встречи в ефірі. До свидання. До свидання. Субтитрувальниця Оля Шор Субтитрувальниця Оля Шор